В рост нефти допустили увеличение стоимости нефти до 120 долларов за баррель. По идее, это должно означать сильное укрепление рубля. Однако эксперты говорят, что такой вариант развития событий не очень вероятен. В чем причина и что будет с национальной валютой под конец года, выясняла наша съемочная группа. Ноябрь-декабрь традиционно являются непростыми месяцами для рубля. На него давит целый ряд факторов. Во-первых, новогодний ажиотаж, когда люди закупают много подарков и продуктов, которые зачастую имеют зарубежное происхождение. Кроме того, многие компании расплачиваются по зарубежным займам, для чего нужна валюта. Однако на этот раз удешевление рубля маловероятно. Ведь нефть сильно подскочила по сравнению с прошлым годом. Тогда цены на энергородносители, в частности на нефть, где-то колебались от 40 до 50 долларов за баррель. А сейчас, смотрите, почти в два раза дороже. А в бюджет этого года же были заложены те цены, соответственно, бюджет пополняется очень мощно. Что касается будущего, то, по крайней мере, на ближайшие полгода не ожидается падения нефти. А вместе с ней и рубля. Все это, конечно, при условии, если против нашей страны не ведут новые, причем очень жесткие санкции. Еще одним фактором риска являются биржевые спекулянты. И тут все зависит от оперативных действий Центробанка. Что касается последнего, то он вряд ли допустит и укрепление национальной валюты. Ведь сейчас, по оценкам экспертов, при нынешних ценах на нефть, реальный курс рубля должен составлять около полусотни за доллар. Но по факту мы имеем совершенно другие показатели. Одно дело, когда за доллар вы платите 50 рублей, а другое, когда 70. То, соответственно, рублевая масса в руках Центробанка больше. Это выгодное государство, которое таким образом получает больше возможностей для пополнения казны. Совершенно правильно. Это политика, раз Центробанка, то государство. Поэтому даже если нефть подскочит до 90 долларов за баррель и выше, то рубль укрепится незначительно. Ну а то, что из-за этого останутся высокими цены на зарубежные товары, ну или на отечественные, но в которых, как правило, есть импортная составляющая, это, судя по всему, мало кого волнует.